Дорогие друзья, коллеги, тема моего доклада Размерность единицы электроемкости фарад и смысл электрической постоянной ε0 Электрическая постоянная ε0 с ней знакомы все, начиная со школы Со школьных уроков физики И эта электрическая постоянная введена в ряд фундаментальных постоянных физики Но я хочу рассказать вам о том, что в действительности представляет это постоянное Приходится все время обращаться к этой теме И поскольку, как видно, никак не доходит до физиков Информация о том, что же представляет собой в действительности электрическая постоянная ε0 Которая введена в ряд фундаментальных физических постоянных в следующем виде В виде 1 С размерностью фарада на метр Дело в том, что, как мы уже давно показали, занимаясь анализом размерности Вот это выражение в правой части 1 Сводится при раскрытии размерности фарад Просто к безразмерному числу единицы на 4π То есть, фактически, вот это электрическое постоянное Есть просто число ε0 равняется 1 на 4π Никакого отношения к физическим постоянным это число не имеет Постараюсь еще раз как можно доходчиво и подробнее объяснить это Вот в данном докладе Который будет опубликован в виде статьи в журнале РФО Рассмотрим, откуда появилась такая величина ε0 И что представляет собой ее истинная размерность Истинная размерность в абсолютной системе размерностей МЛТ То есть, в единицах массы, длины и времени Представляемая в принятой физике системе С В виде странного произведения Каким является фарада, деленная на метр МЛТ-система является абсолютной Потому что это универсальная система размерности Относящаяся к метрике вселенской триады Материи, пространства и времени МЛТ Единица емкости в системе СГС А единица СГС Система СГС относится к абсолютной системе МЛТ Сантиметр Таким образом, сантиметр Есть обозначение единицы измерения емкости И одновременно сантиметр представляет собой Размерность емкости в абсолютных единицах Материи, грамм, пространства, сантиметр И времени Т, секунда Формула размерности М в нулевой степени ТЛ в первой степени, Т в нулевой степени А единица емкости в системе Си Международной системе Си Называется фарад В современной физике единица фарад имеет следующую В соответствии с определением Странную, на наш взгляд, размерность А по существу это псевдоразмерность 2 Вот мы называем эту размерность псевдо И берем в кавычках В кавычках Размерность Потому что, по сути дела, это не есть размерность В полном смысле этого определения Определение этого понятия Поскольку выражение для размерности Ф представляет собой комбинацию Комбинацию размерностей единиц МЛТ Сантиметр, грамм, секунда С единицей измерения В Си Добавленной к триаде МЛТ Это единица измерения силы тока А именно комбинацию состоящую Первое Повторяю Из размерностей С определенными целочисленными показателями Степени единиц измерения материи Грамм Пространства Материи и пространства Сантиметр И времени С Которые относятся к абсолютной системе единиц МЛТ А к этой системе МЛТ Повторяю Принадлежит система СГС И второе Единицы измерения силы электрического тока В системе Си Ампер В квадрате В квадрате Значит Комбинация размерностей И единицы Причем единицы из системы Си Вместо соответствующей вот этой размерности Вместо соответствующей этой единицы силы тока Ампер Ее размерности Которые Ампер имеет Как любая физическая величина В том же самом абсолютном представлении МЛТ Ну почему единица электроемкости Фарад была представлена таким образом А именно Псевдоразмерности Рассмотрим какова истинная размерность единицы измерения Фарад В абсолютных единицах материи, пространства и времени МЛТ То есть имеется ввиду и размерность представлена чисто в системе размерности МЛТ А не в странной комбинации каковой является выражение 2 Очевидно для ответа на этот вопрос нужно раскрыть размерность единицы силы электрического тока Ампер Входящей в псевдоразмерность в квадрате Узнать какую размерность имеет Ампер в указанных абсолютных единицах То есть в МЛТ представлении И затем вставить полученное выражение 2 вместо обозначения единицы А Вот сюда вставить вместо А ее размерность в абсолютных единицах Естественно, что 1 А системы СИ соответствует примерно 3 на 10 девятых единиц силы тока системы СГС Которые имеют размерность грамм в одной второй сантиметр в степени 3 вторых секунда минус второй А точнее 1 А равен 1 А равен СР на 10 таких единиц То есть 1 А равняется СР на 10 единиц тока системы СГС имеющих такую размерность Грамм в одной второй сантиметр 3 вторых секунда минус второй Где СР это относительная скорость света То есть безразмерная величина Безразмерное значение скорости света Численная величина СР Таким образом, единицы силы электрического тока Ампер Ампер В абсолютных единицах материи, пространства и времени Грамм, сантиметр, секунду Имеет форму размерности Вот, размерность А Это размерность массы в одной второй То есть грамм в одной второй Сантиметр 3 вторых Л 3 вторых И секунда Т минус во второй То есть размерность вот она Грамм в одной второй сантиметр, секунда Подставляя вместо обозначения единицы силы тока А Вот вместо этой единицы силы тока А сюда, в 2 Ее размерность, вот эта размерность 4 Псевдоразмерность фарады в 2 Приходим к ее истинной размерности Вот смотрите, вместо А подставляем ее размерность в квадрате Ну и тут получается, что размерность фарады в абсолютных единицах материи и пространства Время есть сантиметр Таким образом, формула размерности единицы системы Си под названием фарад Есть такая же, как и размерность емкости в системе СГС М0, L в первой степени, T в нулевой степени То есть сантиметр Но этого и следовало ожидать Поскольку размерность физического параметра В абсолютной системе размерности МЛТ Не зависит от его представления в иных не абсолютных метрологических системах физики Размерность любого физического параметра В абсолютных единицах материи, пространства и времени В данном случае электрической емкости Не зависит от того, как мы будем называть единицу измерения данного параметра В другой, не абсолютной системе Ну, скомбинировали систему, в которой единицу емкости назвали фарад А могли бы назвать Иван или Гавриил, или Василий, или Петя Истинная суть физического параметра Его природа определяется абсолютной размерностью Представленной в виде МЛТ Очевидно, с целочисленными показателями степеней Вот при этих размерностях КЛМ А название в данных и иных системах Это физиковый листок, прикрывающий истинную размерность Характеризующий его в пространстве материи В пространстве материи Пространство Л материи М, находящийся в постоянном движении, пределим временем Т Величина ε0 носит название электрическое постоянное Появилась впервые в физике В результате запутанной манипуляции С рационализацией МКС-системы При создании системы Си А именно вследствие введения в тройку Истинно абсолютных единиц Грамм, сантиметр, секунда Единицу силы тока Ампер Это производная единица Вытекающая из окон Ампера И в результате манипуляций При так называемой рационализации Си Получилась искусственно следующая величина Вот ε0 равняется 10 в 11 делено на 4π Цр квадратик фарада на метр 8 в 85 там примерно на 10 минус 90 фарада на метр Где единица измерения емкости фарада И сантиметр, ну или метр, то не имеет значения Представленные двумя разными системами Си и СГС Оказались связанными между собой Через целочисленным коэффициентом Следующим образом То есть одна фарада Равняется Ср в квадрате На 10 в 9 сантиметр То есть примерно 10 на 10 в 11 сантиметра Ну а теперь подставим формулу Вот в эту формулу 6 Для ε0 Вместо фарады Вместо размерности фарады Ее значение в метрах Вот одна фарада Это Ср в квадрате на 10 в 11 И находим, что Вот подставляем сюда Вместо фарады Ее значение Ср в квадрате на 10 в 11 метр Тут сокращается Получается Единица на 4π Значит Таким образом Электрическое постоянное ε0 Называемое также Электрической проницаемостью вакуума А ранее называлось Электрической проницаемостью вакуума На самом деле Не есть таковой А есть безразмерное число Равное единице на 4π Вот тут Я в рамочках Это и показываю Итак ε0 Это искусственно созданное Постоянное Появившееся в физике Вследствие введения В рационализованную систему Единицы Единицу силы тока Ампер Напоминаю Единица Ампер Была введена Для прикрытия Размерности заряды тока С дробными степенями единиц Вот размерность Кю была Из закона Кулона Грамм в 1,2 Сантиметр 3,2 Секунда Минус первая Ну а ток Тут секунда Минус во второй Который вытекает Из закона Кулона То есть Единица Ампер Была введена Для избавления От величины Грамм в 1,2 Сантиметр 3,2 Которые Дробные показатели При этих Размерности Которые не имеют Никакого Физического Свойства Ну и что такое Корень квадратный Из грамма Такой физической Величины нету Корень квадратный Из грамма Или Корень Кубический Корень квадратный Из сантиметра Кубическую Ну вот это Произошло Из-за неспособности Вот такое Прикрытие Введения Ампер Из-за неспособности Физиков Раскрыть Истинную Размерность Заряда Истинную Размерность Заряда Который Имеет смысл Только при Целочисленных Степенях Абсолютных Единиц А следовательно Неспособности Физиков Понять его Природу Природу Этого Заряда И так Вот Размерность Дробная Размерность Прикрыть Прикрытие Этой Дробной Размерности Вот Был Введен Ампер Таким образом Эпсилен Нулевое Равное Число Единицы На 4 Пи Но Представленное В завуалированном Виде Вот Как Искусственное Образование Будучи Коффициентом Преобразования Трансформации Из одной Системы Единиц СГС Другую Си Не имеет Никакого Физического Смысла Можно Поэтому Констатировать Что Все Теоретические Построения Использующие Эпсилен Нулевое Вот В качестве Фундаментального Физического Параметра Как Электрическую Проницаемость Вакуума Являются Несостоятельными Ошибочными Остается Сожалеть Как Это Не Увидел Отюковский Владимир Акимович Отюковский Автор Разработанной Им Теории Под названием Эфиродинамика Отюковский Это Действил Эпсилен Нулевое Вот В представлении ВСИ С С Плотностью С плотностью Эфира Ро Эфир Посмотрите Как Просто Он Это Сделал Не Зная Истинного Смысла Электрической Постоянной Эпсилен Нулевой И что Фактически За ней Скрывается Число Единица На 4 Пи Он Заменил Произвольно В выражении Для Эпсилен Нулевой Искусственную Псевдоразмерность Фарада На Метр Но Размерность Килограмм На Метр Кубический Так Субъективно И приписал Этому Числу Значение Эпсилен Нулевой Значение Плотности Эфира Таким образом Он пришел Открыл Как утверждает К следующему Значению Плотности Эфира Ну Посмотрите Здесь вместо Эпсилен Нулевой Он написал Плотность Эфира Ро Эфира А вместо Фарада На метр Написал Килограмм На метр Кубический Пожалуйста Вот вам Плотность Эфира Его книги Трансформатор Тесла Энергия Из эфира Читаем На странице 6 Выяснилось Что Диэлектрическая Проницаемость Вакуума Выраженная В размерности Фарада На метр Есть плотность Эфира В околоземном Пространстве Выраженная В килограммах На кубический Метр Выяснил Он это Очень легко Как описано Во всех Его книгах По эфиродинамике А именно Путем Сравнения Двух Формул Первое Формула Энергии Единицы Объема Электрического Поля В вакууме Вот Эта формула Где Эпсилен Нулевой Это Диэлектрическая Проницаемость Вакуума Размерность Фарада На метр Ну и Величина 8.85 На 10 Минус 12 Е Это Электрическая Напряженность Размерность В системе Си Тут Фарада На метр Система Си И тут Вольт На метр Система Си И второе Формулы Плотности Кинетической Энергии Объекта Движущегося Со скоростью В В Определяющей Как он полагает Так же Энергии Струи Эфира Если Приписать В эту формулу Вместо Параметров Относящихся К объекту Массы М Соответствующей Ему Плотности Ро Параметры Эфира В следующем Виде Как он пишет Определяется Выражением Вот Значит Вот Вместо Эпсилю Нулевое Вписано Плотность Эфира А вместо Е В квадрате Эф Скорость Эфира Значит Ро Эф Здесь Плотность Эфира В свободном Пространстве Размерность Килограмм На метр Кубический А В Эф То есть Скорость Течения Эфира Размерность Метра На секунду И он Пишет Сопоставляя Выражения Вот эти Два Выражения Одиннадцать И двенадцать Видно Что в системе Единиц Си Диэлектрическая Проницательность Вакуума Выражена В единицах Фарада На метр Есть плотность Эфира Выраженная В единиц Килограмм На метр Кубический Обе Формулы Вот эти Одиннадцать И двенадцать Подобны Внешне И имеют Одинаковую Размерность Плотность Энергии Однако Две Рассматриваемые Величины Эпсилен Нулевое И Ро Э Никак Не сопоставимы Между ними Нельзя Стать Кравенство Как это Сделал Тюковский Они Разница По сути Одна из них Эпсилен Нулевое Это Безразмерное Число Равное Как мы Показали Как показано было Ранее Единица На 4П Вторая Величина Ро Э Неизвестная По значению Но имеющая Размерность Плотности Килограмм На метр Кубический Ну Рассмотрим Вот эту Вот формулу Формулу Одиннадцать И постараемся Найти Вклад Каждого Из Сомножителей В числителе То есть Вклад Эпсилен Нулевое И вклад Е В квадрате На итоговую Размерность Джоуль На метр Кубический Если мы Определим Размерность Е В квадрате То мы Зная Вот Этоговую Размерность Сразу Определим Размерность Эпсилен Нулевое Это очень Просто Давайте Это сделаем Единицы Напряженности Электрического Поля Е В системе Си Называется Вольт На метр И имеют Комбинированная Размерность Можете В таблицах Посмотреть И увидите Вот такая Размерность Комбинированная То есть Псевдоразмерность Как и в рассматриваем Нами ранее Случа С фарадой Почему Комбинируем Потому что Кроме Размерности Килограмм Метр Секунда Входит еще Единица Измерения Это Размерность А это Единица Измерения Поэтому Это уже Не Размерность Это Псевдоразмерность Но Поскольку Размерность Ампера Си в абсолютных единицах материи пространства времени, как показано нами ранее, заменяя грамм на килограмм, сантиметр на метр, равна размерность ампера, реальная, как мы показали, килограмм в одной второй, метр три вторые секунды минус во второй, то, поставляя эту размерность для А вот сюда, 13, приходим к следующей размерности Е в представлении МЛТ. То есть, размерность Е это килограмм в одной второй, метр минус одной второй, секунда минус первая. Ну, соответственно, размерность Е в квадрате равна килограмм, метр минус первая, секунда минус во второй. Ну, это получается размерность, умножьте тут и поделите на метр кубический, вот это выражение, то получается, что это вот размерность джоуль на метр кубический. Джоуль на метр кубический, вот это вот размерность равна размерности джоуль на метр кубический. То есть, совпадает с размерностью плотности энергии. То есть в этой формуле джоуль на метр кубический, это плотность энергии, и Е в квадрате тоже на джоуль на метр кубический, значит, ε нулевое, есть действительно безразмерный численный коэффициент пропорциональности при Е в квадрате. И как следует, с приведённого выше анализа, величина этого коэффициента равна 1 на 4π. Вся путаница с размерностями величины электромагнетизма связана с ошибочной размерностью электрического заряда, вытекающей из закона Кулона, представляемого в современной физике в системе Си в ошибочном виде по физическому содержанию и величине параметров ε нулевое и Q. Не только в Си, но и в ЦСГС тоже. Вследствие непонимания природы заряда. Вот как представлены в современной физике закон Кулона. Значит, вот 1 на 4π ε нулевое, это К, коэффициент пропорциональности. Но поскольку, как выяснилось, ε нулевое равняется 1 на 4π, то всё это сокращается, подставляет увеличение сюда, приходим к той же самой форме Кулона, закона Кулона, как она представляется в системе СГС при К равном единице. Вот мы имеем всё то же самое. А это значит, что размерность электрического заряда в абсолютных единицах материи, пространства и времени не понятна физиками до сих пор, поскольку как была, так и осталась выраженной дробными степенями этих единиц. То есть размерность грамм в 1,2 сантиметра 3,2 секунда минус 1. Несмотря на то, что единицу количества электричества назвали Кулон, прикрыв дробную размерность целочисленной псевдоразмерностью в силе. То есть ввели размерность, ввели единицу силы тока Ампер, назвали А, размерность А, размерность заряда получилась, размерность А силы тока на секунду. Ну это какая-то ахинея, попросту говоря. Динамическая модель элементарных частиц, развиваемая нами в рамках волновой модели, разработанная как альтернатива стандартной модели, раскрыла природу массы заряда. В соответствии с волновой моделью, масса есть мера обмена материи пространства, имеет присоединенную волновую природу. Присоединенная, как например, присоединенная масса воды при пульсации, например, цилиндра или шара объекта в воде. Это значит, что масса покоя статическая не существует. Электрический заряд есть интенсивность, скорость массообмена, имеет размерность грамм на секунду. А электрон Е является элементарным квантом интенсивности массообмена. Его объективный, центральный, так называемый электрический заряд равен 1,7 на минус 9 грамм в секунду. Отличается, конечно, по величине и по размерности заряда в кулонах. Заряд электрона и его присоединенная масса связаны следующим соотношением. Произведение присоединенной массы на фундаментальную частоту атомного и субатомного уровня. Эта частота атомного и субатомного уровня равна примерно 1,87 на 10,18 раз в секунду. Вот это фундаментальная частота, на которой происходит взаимодействие всех частиц на уровне молекулярном, кристаллическом, в твердом теле. Эта частота является также частотой так называемого электростатического поля. Электростатического поля. Во Вселенной все находится в постоянном колебательно-волновом движении, статические поля отсутствуют. А истинный вид закона кулоновского взаимодействия, как частный случай, открытого в волновой модели универсального закона обмена взаимодействия, и фундаментальной частоты атомного и субатомного уровня, представляется в соответствии с волновой моделью следующим образом. Посмотрите, как отличается здесь закон кулоновского взаимодействия в соответствии с волновой моделью. Здесь Z малая и Z большая – это относительная масса взаимодействующих частиц. А Me – это присоединенная масса электрона. Ну а Омега-Е – это фундаментальная частота атомного и субатомного уровня. Значит, тут нет никаких, тут есть массы, значит, элементарные кванты, кванты элементарного, как вот мы называем, значит, электрон является элементарным квантом интенсивности массообмена. Это вот число этих элементарных квантов интенсивности массообмена одной частички и другой частички. Физическая величина ε0 обозначает в этой формуле не электрическую постоянную, вот как все, а как и везде в волновой модели абсолютную единицу плотности. Вот только этим и расстоянием подобно вот это выражение с известным законом Куллоуна. ε0 – это абсолютная единица плотности, 1 грамм на сантиметр кубический. Размерность всех физических величин, входящих в закон обмена, взаимодействия, вот этот закон, соответствует размерности системы МЛТ. Подробности обо всем рассмотренном в данной статье читатели могут найти во втором томе лекции по волновой модели. Но начинать знакомство с волновой моделью необходимо, естественно, с первого тома. Вот тут в литературе можете посмотреть константы единицы и неопределенности. Вот национальный институт стандартов, американский институт, там представлена величина ε0, как фундаментальная постоянная физики, 8,85 на 10-12 фарада на метр. Это публикация, которая вот-вот выйдет, то, что я вот сейчас вам рассказывал, это опубликовано должно быть вот-вот в журнале Русского физико-химического общества. Ну а вот эти вот, все эти данные, которые я рассказывал, подробности можно найти, ну, конкретно вот в томе втором, динамическая модель лекций, вот, а вообще надо начинать все с первого тома лекции, для того, чтобы познакомиться полностью с волновой моделью. Благодарю за внимание.